Сейчас коротко о главных событиях. Греция получит финансовую помощь от кредиторов до 17 августа. Федеральная резервная система повысила требования к банкам страны. В Шанхае сегодня начал работу Банк развития БРИКС. А теперь подробности этих и других сегодняшних новостей. Греция получит финансовую помощь от кредиторов до 17 августа. Переговоры о новой программе финансовой помощи на три ближайших года должны завершиться до 6 августа, сообщило агентство Bloomberg. Афинам предполагается выделить 86 миллиардов евро. В настоящее время Европейская комиссия, Европейский Центробанк и Международный валютный фонд проводят работу по подготовке условий соглашения с Грецией. Завтра в греческом парламенте должно состояться голосование по пакету новых законопроектов, разработанных в соответствии с требованиями кредиторов. Как пишет Bloomberg, более 70% опрошенных аналитиков полагают, что риск выхода Греции из еврозоны сохранится до конца будущего года. А около 50% экспертов считают, что озвученная сумма новой помощи Греции не позволит добиться стабилизации ситуации в стране. Федеральная резервная система повысила требования к банкам страны. Это коснулось капитала восьми важных финансовых учреждений. Среди них Bank of America, Bank of New York, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, State Street и Wells Fargo. В новых правилах изменен норматив достаточности капитала. Надбавки составили от 1 до 4,5% взвешенных по риску активов. Некоторые банки уже соответствуют новым требованиям. Однако в банковской среде неоднозначно отнеслись к ужесточению правил. Специалисты некоторых банков считают, что это приведет к ослаблению конкурентоспособности американских финансовых институтов, снижению объема кредитования и негативно отразиться на динамике роста количества рабочих мест. Обратите внимание, в среду, 22 июля в 17.00 по московскому времени, выйдет индекс продаж на вторичном рынке жилья США. Заработать на новостном движении вы можете, зайдя в рынок. Аналитики Bank of America и ING Global предполагают нисходящий тренд пары евро-доллар в долгой перспективе. Не упускайте возможность высокого заработка. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Продолжаем выпуск. В Шанхае сегодня начал работу Банк развития BRICS. Решение о его создании было принято в июле прошлого года. В состав группы BRICS входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Первое заседание Совета управляющих банка состоялось в Уфе. Президентом Банка развития назначен представитель Индии Кундапур Ваман Каматх. Объем взноса каждой из стран-участниц составляет 2 миллиарда долларов. Максимальный предел объема капитала Банка развития определен в размере 100 миллиардов долларов. Основной целью в деятельности банка будет финансирование инфраструктурных проектов в государствах группы BRICS. Кроме этого, будет осуществляться финансирование соответствующих проектов в развивающихся странах. Руководители японской корпорации Тошиба ушли в отставку. Президенту компании Хисао Танаке, заместителю председателя Совета директоров Норио Сасаке и старшему вице-президенту Ацуто Синисиди пришлось покинуть свои высокие должности по причине серьезного скандала с отчетностью корпорации, итогом которого стало списание прибыли за несколько лет на общую сумму более 152 миллиардов йен или 1 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg. Скандал разразился в марте, когда были обнаружены ошибки в учете. В мае корпорация заявила об отсрочке публикации отчетности по итогам года и отказалась от ранее обнародованных прогнозов. В итоге капитализация Тошиба упала на 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Вопрос о новых руководителях Тошиба будет решен в середине августа. Сирия ведет переговоры с Россией о вступлении в Евразийский экономический союз. В своем интервью РИА Новости премьер-министр Сирии Ваиль Аль-Хальки заявил следующее. Ведутся переговоры с российской стороной о присоединении к Евразийскому союзу и свободной таможенной зоне. Мы видим в этом пользу и укрепление отношений с дружественными нам государствами, которые позволят облегчить экономические и торговые взаимодействия с ними. Конец цитаты. Между Россией и Сирией уже подписано несколько соглашений, которые касаются строительства газоперерабатывающих заводов, электростанций и ирригационных сооружений. Российские компании будут участвовать в разработке сирийских нефтяных месторождений в состав Евразийского союза России, Казахстан, Белоруссия и Армения. В ближайшее время к нему присоединится Киргизия. Максимально